Девушки отдыхают 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 Есть своя личная жизнь. Так что такие цифры вызывают восхищение. Правда, равно до сих пор, пока нам не приходит вполне логичный вопрос. А где же обновления? Авторы обещают выпустить новую версию осознания в течение лета. Но конкретных дат не называют. По всему остается лишь дать. А сейчас небольшой блиц новостей о литосфере. Автор мода активист. Показал обновленный спрейт персонажа по имени Мира. Ранее она появлялась олицетворением смерти. Ну и значительный переработок сценария стал самостоятельным персонажем. Отвечая за новый облик девушка-художник Тереман. И вышел, кстати, весьма неплохо. Команда Arrow Impact показала альфа-версию анимирного фона для будущего проекта. Пока выглядит не слишком впечатляюще, но будем ждать анонса. Каспре под ником Эйчи показал об экстречном съемке утреннего фотосета в образе Леночки. Девушка имеет опыт в создании различных образов. Так что, полагаю, фиолетоволоса пионерка далась ей крайне легко. Даже по фотографиям это весьма заметно. На текущей неделе дни рождения отметили редактор фан-группы и сценарист Данил Советов. Известный по таким проектам, как «Новая жизнь», «Один день совенки». А также наш коллега-арк-директор паблика «Лидо Дайджест». Дмитрий Яковлев, на чьей фиквартизвичи слов, что нельзя недооценивать. Он создал основную рубрику «Дайджест недели», а также на пару с Адрой Багровым. Недавно покинувшим наши стройные ряды, помог визуально преимыслить многие вещи, на которые мы раньше не обращали внимания. Обоим авторам желаем всего самого наилучшего, а также не опускать руки. На этой праздничной ноте мы переходим к следующему блоку новостей. Начнем блок новостей рассказать в новелл с очередной прохождения команды Совет Геймс. На селе ребята посетили московскую выставку-конференцию «Девгам», который проходил 18 и 18 мая. Конечно, среди хайтрейнеров вы их не найдете. Но один из стендов, на котором как раз и обустроились разработчики со всей LifeMoney Rock'n'Roll. Могу привлечь внимание тех, кто уже задобался ждать данную игру. Если вы располагаете каким-то фото- или видеоматериалами с «Девгамом», или же являетесь одним из участников коллектива Совет Геймс, присылайте их личные сообщения нашего паблика. Когда выйдет LifeMoney Rock'n'Roll неизвестно, хотя ранее относительно звучала дата. 1 марта 2019 года. А сейчас переместимся на темную сторону Ревейн. Сценарий с несколькими новелл, которые по каким-то причинам так и не были завершены. Известно как Эвель, пропил свет на текущее состояние, а также главный и самый первый проект. День греха не ленивно страгнирует, потому что ключевой художник Макси Смолев заявил, что начнет работу над артами только после того, как Евгений, то есть Эвель, не предстоит завершенной версии сценария. Правда новелла настолько масштабная и хорошая, что и релиза стоит не ждать в ближайшее время. Также очень скоро будет представлена конкурсная версия новелла с Омнус, со всеми недочетами и добавками в виде артов. Данный проект участвовал в первом и желал новый челлендж. Из-за общей сервиси не снискало добре неужели. Когда выйдет данная сблака, не беремся предположить, но надеемся на сценариста, что он не станет слишком задерживаться релизом. Продолжим блок новостейской язычных визуальных новелл очередным лицам. Суан Геймс анонсировали продолжение истории с Пятназа Макса, в виде бесплатного дополнения. Новелла «Заповедь к Зелирия» вышла в начале года, и с тех пор было мало новостей о дальнейшей судьбе проекта в целом. Впрочем, недавно стало известно, что Android-версия игры будет содержать в себе как основной, так и дополнительный контент. Но когда она появится в публичных северсах, неизвестно. «Грэвин Ви Энн» вышли на Kickstarter с целью привлечь как можно больше лояльной аудитории, разработки их нового проекта под названием «Сил и лайф». Посмотрим, чего они смогут добиться. Создатель нового «Дети Терри» представил спрайты еще троих персонажей, связанных с семейными узами. Правители королевства Линдон Булиум, Сида, а также ее супруги Хильды и их приемной дочери Эйка. Как всегда за дизайн героев отвечал художница Лёвныш, которая занята в данном проекте. Автор проекта «На краю света» и «Маги странницы», со скатурой давненько ничего не было слышно, поделился о состоянии последнего. Но было почти готово, осталось доделать треть графики. Проект сравнительно небольшой, так что и работа за ним велась крайне стремительно. Посмотрим, что будет в итоге. А на сегодня у нас все. Не забудьте поставить лайк данному ролику, подписаться на канал первый, то есть этот, и на второй, где мы проводим стримы. Следите за пабликом ВКонтакте, за дисклассермируем, а также за нашими профилями в Твич, Телеграм, Инстаграм. Ссылки на них найдете в описании под видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...